Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире, ведущая в студии Ирина Чекунова. Совместно с сотрудниками ГИБДД сегодня мы начинаем новый цикл программ в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Сегодня мой собеседник Антон Афанасьевич Егорьев, начальник отдела управления ГИБДД УМВД России по Тверской области. Антон Афанасьевич, здравствуйте. Здравствуйте, Ирина. Статистика последней недели февраля, пока говорим за последнюю неделю февраля, такова. Итак, за на конец февраля на дорогах Тверской области произошло 24 дорожно-транспортных происшествия. В этих авариях погибли 4 человека, ранены 27. Антон Афанасьевич, какова же статистика с начала года, статистика аварийности на тверских дорогах? По итогам двух месяцев нам удалось сохранить основные показатели аварийности, достигнуть положительных результатов. За два месяца у нас произошло 197 ДТП, в которых 20 человек погибло и 256 получили ранения. Но, тем не менее, цифры тревожные. Цифры тревожные, но хочется, опять же, обратить внимание на сравнение с 2020 годом. За аналогичный период 2020 года у нас погибло 33 человека. В этом году удалось снизиться до 20. Что характерно для начала этого года? Какая аварийность? Это выезд на встречную полосу? Это трагедия с пешеходами? О чем можно сейчас говорить? Ну, сегодня можно смело утверждать, что однозначно повлияла у нас суровая, можно сказать, зима, сложившаяся в начале этого года. Это дорожные условия. И, конечно, основным видом дорожно-транспортных происшествий, которые нам дало основную тяжесть последствий, это столкновения и наезды на препятствия. Люди управляют транспортным средством, неправильно оценивают дорожную обстановку, неправильно выбирают скоростной режим, в результате чего не справляются с управлением и совершают либо столкновения, либо наезд на препятствия, и в отдельных случаях есть съезды в Кювет. Здесь мы не раз говорили об этом. В условиях зимы необходим другой стиль вождения, наверное, да? О чем вы предупреждали водителям? Да, именно так. Другой стиль вождения, который значительно отличается от летнего, от того, когда человек едет по чистому сухому асфальту и когда человек движется в условиях либо снегопада, либо по снежному дорожному покрытию, либо уже обработанная проезжая часть, где имеется снежная шуга, сработана песко-соляная смесь. И здесь, конечно, с учетом нахождения льда под снегом, обледененных участков, нужно выбирать и скорость, и режим движения, уже исходя из конкретных дорожных условий. Прислушались водители Тверской области к вашим рекомендациям по смене резины, да? Летнюю поменяли на зимнюю. Это тоже было важно? Это очень важно, и хочется отметить положительный момент, что при разборе тех же дорожных происшествий, которые у нас происходили, и отмечается, что у всех достаточно качественная резина, нет тех безумцев, которые мудряются на летней резине с недостаточной величиной протектора выехать, разогнаться. Таких фактов, ну, единичных их практически нет, это где-то в сельских поселениях, на местных дорогах. В большинстве случаев граждане поменяли резину на зимнюю. И, разумеется, это многим спасло жизнь, да, и здоровье? Да, как показывают цифры статистики, нам удалось сократить количество дорожных происшествий по итогам двух месяцев почти на 40%, и самое главное, сохранить жизни на 40% больше, чем в прошлом году. Еще одна беда не только региона, но и всей России, это водители в состоянии алкогольного опьянения. Как с этим обстоят дела? Прислушиваются ли люди? Задумываются ли о том, что они совершают? Ну, здесь, наверное, два показателя. Это первый показатель, что удалось добиться. Нам удалось по итогам двух месяцев добиться значительного снижения аварийности с участием водителей с признаками опьянения. У нас произошло почти на 30 ДТП меньше по сравнению с прошлым годом таких ДТП. Но, как показывает Адампрактика, результаты нашей работы, результаты профилактических мероприятий, по итогам двух месяцев у нас пресечено нарушений, связанных с управлением транспортным средством в состоянии опьянения, больше по сравнению с прошлым годом. Но это еще и начало года, это новогодние праздники, да, здесь, может быть, это сказалось. Хотя, может быть, еще раз напомним, какую ответственность несут водители, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Да, много раз уже обращали на это внимание, на недопустимость управления в состоянии опьянения. Напомним, что по итогам 20-го года нам не удалось минимизировать количество ДТП с участием пьяных водителей. У нас произошел рост по итогам 20-го года в сравнении с 19-м. В этом году, как я уже сказал, у нас наметилась положительная тенденция. Ответственность, напомню, что за впервые совершенное правонарушение, связанное с управлением водителем в состоянии опьянения, либо равнозначно отказ от прохождения освидетельствования, либо медицинского освидетельствования состояния опьянения, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, либо с дополнительным видом наказания лишением права управления от полутора до двух лет. За последующие нарушения, совершенные, когда подходит у нас понятие повторности, уже предусмотрена уголовная ответственность, где более жесткие санкции в зависимости от тяжести проступка. Контроль трезвости, профилактические операции, это все будет проходить и в 2021 году, да? Однозначно. Именно упор мы сделали уже с начала года на контроль за состоянием участников дорожного движения по итогам, как я уже сказал, негативных тенденций, сложившихся в 2020 году. С января, с первых чисел января мы уже начали массивные акции, профилактические мероприятия, связанные с недопущением фактов управления водителем в состоянии опьянения. Будет продолжено это на протяжении всего 2021 года. С учетом сезонности, наиболее у нас подвержено это в летний период, как можно сказать, пьяная аварийность у нас возрастает, когда люди отдыхают на природе, уезжают на отдых, расслабляются, и имеются факты, когда себе люди позволяют сесть за руль в состоянии опьянения. Причем такие профилактические рейды будут проводиться не только по пятницам, да, накануне выходных, но и в другие дни недели. Совершенно верно. У нас есть и рейдовые мероприятия, когда на протяжении небольшого промежутка времени, в том числе в будние дни, проводится так называемый контроль трезвости, когда контролируют состояние водителя в утренние часы, вечернее, дневное время. Антон Афанасьевич, несколько слов предупреждения пешеходам, потому что, к сожалению, очень часто люди, которые не управляют машиной, которые передвигаются по городу пешком, тоже попадают в, так скажем, неприятные ситуации. Да, что касается пешеходов, хочется отметить о том, что пешеход – это самый незащищенный участник дорожного движения, травмируется в первую очередь при совершении ДТП, наезде транспортного средства на пешехода. И хочется обратиться к пешеходам о том, чтобы они задумались о своем здоровье, даже переходя проезжую часть по пешеходному переходу, они убедились в том, что им предоставляют преимущество, только после этого начинали свое движение. Как уже, да, рассылается, наверное, во многих мессенджерах, если водитель вам сигналит, это не говорит о том, что он не видит знаков, а говорит о том, что он просто не может физически остановиться, потому что особенно в условиях зимнего периода сцепные качества автомобиля с дорожным покрытием, они намного меньше. Тем более, что сейчас в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» условия для безопасного перехода улиц в областной столице, во всяком случае, созданы. Да, совершенно верно. Многие, наверное, заметили, что и светофорные объекты модернизированы, выделены отдельные фазы для пешеходов с целью разделить транспортные и пешеходные потоки. У нас была определенная проблематика в 2019 году, когда у нас совершались наезды на пешеходов именно на регулируемых пешеходных переходах, когда транспорт поворачивает налево либо направо, и в это время пересекают проезжую часть пешехода, также на разрешающий сигнал светофора. Многие светофоры проведены в трехфазные, четырехфазные режимы, где для пешеходов выделяется отдельная фаза, и они безопасно идут, когда все другие транспортные средства со всех направлениях стоят. И напомним еще раз про ответственность пешеходов. Ведь тоже человек, который переходит дорогу на неположенный сигнал светофора, либо в неположенном месте, либо перебегает, он тоже должен нести ответственность? Да, ответственность есть. Предусмотрено кодексом об административных правонарушениях, статьей 12.29. Она составляет 500 рублей для нарушения правил дорожного движения пешеходам. Но, конечно, никакие деньги не сравнятся с человеческой жизнью, здоровьем. И в первую очередь, повторюсь еще раз, пешеход должен в первую очередь про свое здоровье и жизнь. И обращать внимание на то, что происходит на дорогу, это касается наушников, капюшонов и прочего-прочего, да, что часто происходит. Да, необходимо убедиться, посмотреть внимательно в обе стороны, не торопиться и уже убедившись, как я уже сказал, переходить в проезжую часть в безопасном месте. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья, в эфире программа «Тема дня». Сегодня мы начинаем новый цикл программ в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». В студии Ирина Чекунова, а мой собеседник Антон Афанасьевич Егорьев, начальник отдела управления ГИБДД УМВД России по Тверской области. Антон Афанасьевич, несколько слов о ремнях безопасности, потому что, несмотря на то, что уже в правилах все прописано, некоторые говорят, а зачем он нам нужен, все равно он нам жизнь не спасет. Как влияет, пристегнут человек или нет на последствия дорожно-транспортного происшествия? Ну, хотелось бы сразу, наверное, самых таких ярких примеров привести и наиболее тяжкие последствия, чтобы акцентировать на этом внимание, на важности использования ремня безопасности. По итогам 2020 года у нас на территории Тверской области в результате дорожно-транспортных происшествий погиб 191 человек. При детальном анализе было установлено, что 88 участников дорожного движения погибших не были пристегнуты ремнями безопасности. Это составило у нас 46%. Вот это уже цифры статистики. Вот сама жизнь, говорит, диктует, что это необходимо делать. Да, это страшные цифры статистики, которые показывают важность использования ремня безопасности при движении транспортным средствам. Если вот так вот обрисовать, кто нам еще, допустим, не верит сейчас, что происходит с человеком при столкновении, даже при небольшом столкновении автомобиля, если он не пристегнут? Ну, учитывая современное поколение автомобилей, их оснащенность активными и пассивными средствами безопасности, хочется еще отметить тот момент, что большинство водителей, как показывает практика, используют так называемые заглушки, которые вставляют в ремень безопасности для того, чтобы, можно сказать, умный автомобиль... Думал, да? Да, не пищал. Не пищал, да. И он думал, что человек пристегнут. Да, думал, что он пристегнут. При столкновении, в большинстве случаев, в автомобилях, оборудованных подушками безопасности, происходит движение в результате кинетической энергии человека вперед, а навстречу ему вылетает подушка безопасности, которая приносит очень тяжелые травмы, наносит человеку. Также человек страдает при столкновении с элементами кузова, когда он не пристегнут, так как с собой он управлять уже в этот момент не может. Тем более, если машина переворачивается или улетает в кювет, то ремень безопасности человека держит. Держит однозначно. Еще повторюсь про современные автомобили. Ремни безопасности оборудованы пьеропатронами, которые прижимают водителя к сиденью и не дают ему возможности болтаться по салону и наносить увечья. Мы говорим об элементарных правилах безопасности, но ответственность тоже предусмотрена? Ответственность предусмотрена, да. Она предусмотрена статьей 12.6. Кодекс, она составляет тысячу рублей, но еще раз повторимся, что жизнь и здоровье не стоят абсолютно никаких денег. Да, здесь пересчет как-то неуместен уже, да? Хотя бы подумайте о здоровье, если не себя, то ребенка. Что нужно делать, чтобы обезопасить ребенка в автомобиле? Да, что касается детей, это наиболее такая острая тема. Большинство детей, которые у нас получают травму в результате ДТП, это являются дети-пассажиры. Так как детей очень много переводится в транспорте, даже при минимальном столкновении, ребенок, естественно, вылетает с того места, где он сидит, если он не пристегнут надлежащим образом, без использования детского удерживающего устройства, и, естественно, ребенок получает травмы. Мы неоднократно говорили, обращались к родителям, которые считают, что безопаснее держать своего ребенка на руках. Это же мои материнские руки. Кто, кроме как этих рук, еще спасет моего ребенка? Что мы можем здесь ответить еще раз? Здесь, наверное, хочется тем, кто не верит, наверное, или в чем-то заблуждается, опять же, посмотреть, все это доступно в сети интернет, краш-тесты, которые ярко показывают те последствия, наглядно, что происходит, когда, ну, либо мама, либо кто-то держит ребенка на руках, а при столкновении он просто вылетает из рук. Невозможно удержать. Еще раз говорю про энергию, которая происходит при столкновении, и, естественно, придавливает своим телом ребенка, так как родитель тоже движется вперед, либо об кресло, либо об панель, и приносит очень тяжкие последствия. Что можно сказать о так называемых треугольниках или адаптерах вместо детских кресел? Ну, здесь, опять же, повторюсь, при изучении краш-тестов было установлено, что они как самостоятельный элемент не подходят для безопасности ребенка, их можно использовать только совместно с так называемыми бустерами, детским специальным удерживающим устройством, как дополнительное средство, которое только направит ремень, чтобы он шел правильно по грудной клетке у ребенка, либо на тазобедренном суставе, самостоятельно их применять нельзя. Вновь говорим о профилактике. Что делается с сотрудниками ГИБДД для профилактики того же детского травматизма? Проводятся ли профилактические операции, как это было раньше, детское кресло? Детское кресло проводится еженедельно на территории областного центра, на территории области. Эти мероприятия у нас по-прежнему направлены в первую очередь на профилактику. Целью этих мероприятий является приучение родителей к правильной перевозке своих детей. Проводятся они в том числе вблизи образовательных учреждений, школ, детских садов. Пояснение родителей, как всегда, мы торопимся, нам некогда. Но еще раз повторюсь, что жизнь и здоровье ребенка – это наше будущее. Здесь необходимо не торопиться. Вот этот аргумент «мы торопимся, нам некогда» как правило, он срабатывает, когда вы останавливаете машину с непристегнутым водителем. Где это чаще происходит? Где забывают пристегнуться или не успевают? Вот когда некогда человеку? Ну да, большинство водителей пытается оправдаться, пытается избежать ответственности, пояснять, что мне здесь до садика, либо до школы проехать всего несколько кварталов, и зачем, для чего, я не успела, я тороплюсь на работу. Но еще раз повторюсь, что жизнь и здоровье, дороже-дородственное происшествие может произойти в любую секунду, и здесь уже не успеешь, как говорится, соломки подложить. Мы с вами сейчас беседуем на стыке, можно сказать, сезонов. Зима закончилась, наступила весна. Скоро начнется мотосезон. Про ремни безопасности мы поговорили. А вот что касается мотошлема, насколько это эффективно, насколько нужно быть готовым мотоциклисту к любым непредвиденным ситуациям. Мотоциклист, наверное, второй по категории после пешехода по незащищенности участник дорожного движения. Мотошлем — это обязательно атрибут мотоциклиста, который спасает, в первую очередь, его голову защищает. Потому что при падении, как правило, там невозможно удержаться, происходят черепно-мозговые травмы, которые чреваты своими последствиями, тяжестью. 20-й год нам показал, что в целом при надзоре за дорожным движением водители, как скутеров, мопедов, мотоциклов приняли за правило уже использование мотошлемов, если мы берем прошлые годы, к примеру. Но, тем не менее, факты такие имеются. Имеются у нас тяжкие последствия, в том числе с участием детей, связанные с управлением мототехникой. Напомню всем, что с первых дней уже появления мототехники на дороге контроль будет неусыпный. Из-за данной категории водителей будет контролироваться, в первую очередь, использование средств безопасности. Давайте еще раз обратимся к родителю, которые планируют на день рождения своему ребенку приобрести какую-либо мототехнику. Мол, пускай чадо радуется. Ну, что касается родителей, здесь хочется, опять же, обратиться с теми призывами, что, заботясь о своем ребенке, не надо думать беспечно, что здесь он где-то покатается чуть-чуть, поучится. Есть у нас правила дорожного движения, есть у нас федеральные законы, которые устанавливают срок, когда водитель может сесть за руль, когда и что у него должно быть при этом, какие навыки. Здесь хочется обратиться к родителям, чтобы не допускать тех фактов покупания несовершеннолетних мотоциклов, мопедов, так как это приносит самые тяжкие последствия. Что мы можем посоветовать еще раз тем же мотоциклистам, которые думают покупать или не покупать мотоэкипировку? В целом, это и шлем, и другие существуют, такие устройства, которые спасают жизнь и здоровье. Ситуации-то бывают разные. Да, совершенно верно. Мотоэкипировка, она пусть и стоит определенных денег, но в большинстве мотоциклистов в своем, особенно серьезно относящихся к этому делу, в первую очередь начинают с приобретения мотоэкипировки. Это защита и позвоночника, защита конечностей, колен, локтей, рук, ну и, естественно, головы. То есть это очень важно, и здесь главное денег не жалеться, да? Да, совершенно верно. Чем лучше экипировка, тем на дольше сохранить в своей жизни здоровье, тем более показывают такие случаи, моменты, когда происходит и столкновение, и опрокидывание мотоциклов на проезжей части, и при наличии экипировки человек практически, есть и факты, когда вообще не пострадал, стерлась экипировка, повредилось транспортное средство, но мотоциклист остается жив и невредим. Антон Афанасьевич, давайте еще раз напомним нашим радиослушателям ответственность об ответственности за управление транспортным средством водителем без ремня безопасности или отсутствие мотошлема и мотоэкипировки у мотоциклиста. В статье 12.6 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за управление водителем не пристегнутым ремнем безопасности либо водителя мотоцикла без мотошлема. И штраф составляет 1000 рублей. Но еще раз обращаемся к вам, уважаемые участники дорожного движения, что жизнь и здоровье, они несоизмеримы ни с какими денежными средствами. Лучше сразу уберечь себя перед выходом на дорогу. Да, можно просто взять за правило, сел за руль, ты должен либо пристегнуться, либо надеть шлем. Сразу это как на автомате, это как встать утром и почистить зубы. Да, вот как в автошколе учат, перед началом движения, что нужно сделать. Нужно пристегнуть ремень безопасности, убедиться в безопасности маневра, после чего включить указатель поворота и начать движение. Этим и нужно руководствоваться. Антон Афанасьевич, весна – это не только начало мотосезона, это еще и весенние каникулы для детей и подростков, школьники. Да, у нас опять будут появляться на улицах, тем более греет солнышко, хочется погулять. Возможно, мы надеемся, что отступит пандемия. Обращение к ребятам и обращение к родителям еще раз, потому что это очень важно. Да, обращаясь к родителям, в первую очередь хочется обратить внимание на то, что каждый день необходимо с ребенком проводить беседы о соблюдении правил дорожного движения. Привитие основам правил безопасности должно начинаться с самого маленького возраста. Особенно к родителям хочется обратиться в плане того, что не надо своим примером негативным показывать, что можно отступать от правил дорожного движения, пренебрегать и тем самым показывать плохой пример. Да, когда можно 10 раз сказать, что нужно переходить на зеленый, а потом, как всегда, мы торопимся, мы куда-то опаздываем, берет ребенка за руку и ведет его на красный. Маленький человек запоминает. Да, причем в большинстве случаев, когда такие факты пресекались сотрудниками ГАИ, прям видно, что ребенок показывает маме либо папе, что горит красный сигнал, нельзя, куда. Вот такие комичные случаи, а родитель куда-то торопится и говорят, да ничего, мы здесь пробежим. Тем более, что сотрудники ГИБДД, насколько мне известно, на протяжении ряда лет вы проводите профилактические занятия, уроки безопасности и в детских садах, и в школах. Они от вас слышат? Они уже умнее некоторых своих родителей, умнее взрослых? Да, они и слышат, они активно принимают участие в таких занятиях, активно задают вопросы, очень живо проходят и красиво эти занятия, и дети прям с радостью, с живыми глазами смотрят и принимают эту информацию. Хотелось бы, чтобы родители уже дома продолжали эти беседы по безопасности на дороге и акцентировали внимание детей. Городская инфраструктура приспособлена для безопасности именно детей, для профилактики детского травматизма. Здесь, наверное, и лежачие полицейские перед школами и детскими садами, обозначенные в том числе и в ночное время суток пешеходные переходы? Да, здесь делается все для того, чтобы в первую очередь принять меры к приведению уличной дорожной сети в нормативное состояние. Есть определенные ГОСТы, которые в первую очередь у учебных заведений у нас укладываются, как вы сказали, искусственные неровности в целях снижения скоростного потока, привлечения внимания участников дорожного движения, в первую очередь водителей. Это знаки и светофоры Т-7 на пешеходных переходах, которые активно моргают, привлекают внимание. Каждым годом принимаются дополнительные меры. Надеюсь, что в целом это приведет к положительным результатам и снизит детский травматизм на дорогах. На ваш взгляд, главные опасности того самого переходного периода, о котором мы уже говорили в программе, ушла зима, наступает весна, но еще скользко, снег лежит. К чему нужно быть готовым? Какой стиль вождения? Нужно ли и когда нужно переобуваться? Я имею в виду автомашины. Что касается автомобилистов, все, наверное, видят и все знают, что весенний период вроде кажется, что уже проезжая часть полностью растаяла, уже у нас сухой асфальт, и зачем ездить на шипах? Можно пораньше переобуться, пока нет очередей, и продолжить свой путь на летней резине. Но напомню, что у нас еще только-только началась весна, у нас еще будут заморозки, выпадения осадков обильные, как сегодня, например, утром у нас подморозило, и на проезжей части все равно образуется определенная наледь, нужно внимательно смотреть и не торопиться с заменой зимней резины на летнюю. То есть еще рано? Еще рано. Тем более, что если водитель едет из-за города в областную столицу, за пределами Твери лежит снег, еще снежные поля, и дороги совсем другие? Совсем другие дороги, намного и холодней в области, то есть выезжая за город, люди ощущают себя на коньках практически, на проезжей части, и если находится на летней резине, он не сможет своевременно среагировать и остановиться. Еще раз хотелось бы услышать из ваших уст совет как автомобилистам, так и пешеходам, как детям, так и родителям на будущее, на ближайшую весну, чтобы эта весна была для всех нас безопасной прежде всего. В первую очередь хочется обратиться к водителям. у нас в 2021 году отмечается рост аварийности и тяжести последствий на федеральных дорогах. Это где скорость значительно выше, чем в городе, чем в населенных пунктах, чем на региональных дорогах. Следите за безопасностью своего движения, выбирайте ту скорость, которая позволит вам своевременно среагировать и остановиться. Что касается пешеходов, смотреть, внимательно переходить на разрешающий сигнал светофора проезжую часть и только в установленном месте. Еще раз пожелание водителей. Мы вновь говорим о скорости, но о скорости нужно говорить всегда, да? И вновь обращаемся к водителям, если не с просьбой, то с требованием, наверное, не садитесь пьяными за руль. Да, это грубейшее нарушение, когда человек себя не контролирует, обращение не только к водителям, но и к родственникам, знакомым, друзьям, чтобы с их молчаливого согласия не было допущено фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения. Об этом необходимо сразу сообщать либо в дежурную часть, либо в телефону 02, и будут приняты соответствующие меры. Я знаю, что жители нашего региона стали ответственнее за последние годы, и если видят неадекватного водителя, то стараются звонить в ГИБДД и сообщать, насколько это важно. Это очень важно. У нас благодаря именно активным гражданам пресекается достаточно большое количество грубых нарушений, когда сообщается о неадекватном поведении водителя, о возможном нахождении его в состоянии опьянения. Эта информация в обязательном порядке отрабатывается по полной программе, водитель останавливается и проверяется его состояние. И очень много фактов, когда именно по информации граждан пресекаются грубейшие нарушения. Напомним еще нашим радиослушателям телефон дежурной части ГИБДД, куда можно позвонить? Можно позвонить либо по телефону 112 для оперативного реагирования, либо по телефону 5804-00. И еще буквально несколько слов о том, какая работа ожидает сотрудников ГИБДД в предстоящий месяц. Профилактическая прежде всего. Профилактика по-прежнему будет сделан упор на недопущение управления транспортным средством водителями в состоянии опьянения. Это профилактическая работа по использованию ремней безопасности детских удерживающих устройств, а также другие профилактические мероприятия. Это и запрещающий сигнал светофора, и выезд на полосу встречного движения нарушения требований ПДД. Весь комплекс мероприятий у нас будет продолжаться на протяжении 2021 года. Я надеюсь, что наши радиослушатели прислушаются к советам специалистов для того, и специалисты у нас сегодня в студии был Антон Афанасьевич Егорьев, начальник отдела управления ГИБДД УМВД России по Тверской области. Мы беседовали в программе «Тема дня» на радио Монте-Карло в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Спасибо огромное, Антон Афанасьевич. Здоровья вам и здоровья вам, уважаемые радиослушатели. Седание. Спасибо на свидание. Спасибо на свидание. Спасибо на свидание.